и снова здравствуйте всем привет и так вот доделал такого персонажа давайте сейчас в этом ролике ставим кости настроим кое-какие там детали посмотрим как будет работать если кости вставить в плащ ну и также как будет работать меч а потом возможно какую-нибудь анимашку сделаю в следующем ролике посмотрим как он работает по тестим так погнали связи некоторыми событиями в россии возможно что-то изменится и тогда уже каналу или не будет роликов или как это все дело будет происходить так что посмотрим поглядим shift а достаем косточку ставим in front заходим в edit mode английская а с уменьшаем и тут вот какая штука не хочу опять настраивать вот эту часть где будет ремень поэтому с сделаю поменьше одну косточку ты тут подставлю ее под ремень тройка на нампаде ремень тут уже идет выше но здесь лишь низкая часть и хочу ее обыграть именно линию сгиба сделать вот здесь где вытаскиваю косточку побольше на весь живот теперь и чуть-чуть до груди где ребра будут и одну уже цельную можно заделывать до шеи е значит вытягиваем шею е вытягиваем косточку головы тройка на нампаде теперь английская е вытягиваем ключицу alt и сочетание клавиатры чуть-чуть перекрутить можно или вот вниз у такого поставить вот таким образом до уровня плеча вот чтобы линия сгиба не влияла на доспех вот вот так ну а теперь значит опять же английская е введём кисточку, то бишь кость до линии сгиба руки. Ну, опять же, чтобы она не заходила вот в этот вот как вот, на локотник. Переводим вот в такой вот вид и намечаем линию сгиба, где будет у нас локоть. Чуть можно ещё к локтю подвести. Так. Привязываем косточки Ctrl-P и Offset заранее грудной. Так. Следующее, что у нас, выходит косточка на кисть и косточка на управляшку. Alt-P, Clear Parent, управляющую косточку соединяем пока. Так, смотрим, что у нас получается. Поправляем по кисти. Так, выравниваем косточку, где-то по центру её делаем. Ну, а теперь английская E. E. Зачем добавляются вот эти косточки? Для того, чтобы более эластичная была кисть. Больше у неё получаются возможности при сгибании. Так. Есть такое дело. Теперь вытаскиваем косточку на большой палец. С разных ракурсов. Корректируем, чтобы была кость именно на косточке сгиба. G. Вытягиваем чуть подальше, а тут уже цельную косточку вытаскиваем и делим её, правая кнопка мыши с обдеваемой, на две кости. Ну, вот чтобы палец нормально гнулся, немножко давайте её и загнём как палец. Так, следом косточка E вытягиваем на цельный палец G на начало пальца и на косточку вот этого сгиба. Делим сабдивайды и ещё одну косточку делим на сабдивайды и корректируем здесь уже по костям сгиба. Смотрим, чтобы палец точно попал именно, ну, кости точно попали в палец. Теперь, значит, английская E опять выравниваем можно единицу на ампаде нажать на кончик пальца выводим верхнюю кость чуть-чуть поднимаем смотрим, чтобы она, опять же, была на косточке сгиба дальше делаем, опять же, сабдивизией и, опять же, делаем сабдивизией. Тут немножко корректировки опять же по костям по косточкам сгиба вот этим раз и поправляем, если нужно чуть-чуть палец. Так. Следующий этап чуть-чуть косточки вверх подаем ну, в эту сторону от меня, значит, в правую и повторяем изгиб самого пальца. Вот есть немножко неудобства в плане каком что пальцы перекрывают именно в бит исправить это можно ну, вот таким вот образом поставить прозрачность нажав вот этот вот квадрат тегел экс-рей так, следом выбираем косточку опять же ее перетаскиваем обдеваем ее так корректируем смотрим по ракурсам выводим ее прям в палец здесь уже искривление пошло чуть-чуть поправляем ну и последний палец самый вот как сказать трудозатратная да, вот эта вот работа это именно вот по пальцам в принципе не так долго получается но так здесь, короче, одно но так и теперь выравниваем именно по пальцу поровнее делаем так все косточки вставлены теперь выбираем центральную управляшку и через шифт левая кнопка мыши связываем ее значит с управляющей косточкой Ctrl-P и полцер делаем связь так это дело есть следом E вытягиваем ноги Alt-P 3R parent соединяем ее вытягиваем значит G на колено так здесь вот линию сгиба поднимаем повыше но так нужно поднять чтобы вот этот доспех значит меньше гнулся но где-то вот так нормально если что потом уже подкорректируем так E опять же вытаскиваем косточку до ноги до стопы и тут вы видите что ноги у меня стоят чуть в раскос давайте давайте попробуем их теперь вытянуть вытаскиваем одну цельную косточку так и можно ее будет поделить на две ну чтобы сгибались где пальцы а там где пальцы надо сделать поменьше длини сгиба и одну косточку вытаскиваем на управляшку Alt-P Clear Parent отсоединяем и значит ведущую кость связываем через шифт левую кнопку мыши Ctrl-P с управляющей косточкой вот этой так чуть-чуть ее можно подкорректировать нормально ну а теперь нам понадобятся ориентиры для колен так E вытаскиваем ориентировочную кость Alt-P Clear Parent вытаскиваем ее вперед единица на нампаде смотрим чтобы колено точно смотрело значит на эту косточку и привязываем косточку вот к этой кости к стопе чтобы она именно была ну на одном месте вместе с ногой сгибалась Ctrl-P и пол так есть такое дело это дело есть теперь нам нужно зафиксировать таз значит E вытаскиваем тазовую кость Alt-P Clear Parent и вяжем ногу косточки вот эти всех центральных тазовой управляющей кости именно за все тело отвечающие вот где-то так 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 как у нас тело здесь вот большое чтобы рука не взминала давайте еще добавим косточки которые будут пропишут нам значит веса и не дадут значит одним костям вдавливать какую-то область Alt-P Clear Parent подсоединяем и выводим ее можно вот здесь вот на грудь поставить можно чуть подмышку поставить чтобы держала опять же вот эту толщину нашего персонажа потому что когда начнет рука вот это опускаться то вот здесь где подмышка и грудь может ломка пойти а так как будут назначены веса тут и на руке то это будет уже граница и эта кость не даст дальше двигаться плечевой вот этой кости ну как-то так так ну и что же нужно привязать и вяжем ее тоже через шифт грудной Ctrl-P и полсет стройка на нампаде сразу следом E вытаскиваем косточку Alt-P Clear Parent это будет косточка шлема потому что я хочу чтобы шлем или крутился или снимался вяжем ее в голове Ctrl-P типа сет следом вытаскиваем косточку E Alt-P Clear Parent делаем ES это будут у нас значит челюсти челюсти можно уводить подальше не из вопроса шифт D делаем дубликат пониже опускаем вторую челюсть потому что бывает когда будет привязка значит они тут связь создают и получается верхняя челюсть привяжет нижнюю и будет одним целым крутиться Shift-D добавляем еще одну косточку это будет у нас уже язык G сделаем чуть побольше потом возможно поделим еще так язык можно привязать к голове Ctrl-P тип offset так и вот эту косточку верхней челюсти вяжем так у нас еще нету косточки на челюсти пардон E Alt-P Clear Parent делаем G делаем S английскую уменьшаем ставим на челюсть персонажа и одну Shift-D ставим наверх чтобы она держала вот этот ракурс и так теперь вяжем верхнюю челюсть к верхней кости Ctrl-P тип offset и нижнюю челюсть вяжем к нижней челюсти Ctrl-P и popset вот появились линии это значит все привязано это есть связь так теперь в принципе все нормально нам теперь понадобится что нам понадобится глаза так глаза веки ну чтобы это все делать я наверное сейчас сделаю вот таким образом зайдем в обзыв мод выберем наш слюм и поднимем вверх следом стройка на нампаде нам понадобится отдельно плащ для вставления костей и отдельно нам понадобится нужно иметь вот таким вот образом тут очень много будет костей так что придется постараться следом нам понадобится вставить кости еще вот на эту манишку ну вот и поехали так значит выбираем опять кости заходим так и что будем делать глаза я пока не буду делать давайте все это протестим значит вытаскиваем кость вниз делаем alt и clear parent это значит ставим G делаем R делаем перекрутку так еще раз R потому что у нас мяч в наклоне R уменьшаем можно сделать S и привязать где-то вот таким вот образом Shift D делаем тоже дубликат и подставляем его на наш чехол на чехол можно подставить на низ косточку сюда он тоже она тоже свяжется и все будет нормально R можно чуть подкрутить G R чуть-чуть подкручиваем мяч все это нормально вяжем значит мяч и вот это ножны вяжем к тазовой кости Ctrl P и пол сет следом что нам понадобится нам понадобится опять же тройка на нампаде вытаскиваем E косточку маленькую Alt P Clear Ferran делаем G подставляем к манишке к этой подставляем к центральной следом что можно сделать как обыграть семерка на нампаде эта кость не будет шевелиться E от нее выводим косточку вот на эту штуку E вот на эту это будет одноцельное так это все нормально теперь единица на нампаде и тут я их уже не вижу нужно будет скрывать от этих кое-каких персонажей детали ну а здесь пока давайте поставим по три кости я думаю для изгиба вот этого материала это будет нормально хватать ну и на центральную тоже раз два три поел попил постучи три раза раз два три хочешь поесть постучи еще три раза три два раз и все будет нормально так теперь теперь вот эту косточку alt пи clear parent и вот эту косточку alt пи clear parent эту кость и вот эту вяжем значит эту кость можно к этой привязать control пи типов сет но чтобы они отделялись эту центральную control пи типов сет и получается выделяем вот эти три косточки делаем шею д нажимаем правую кнопку мыши мира или global разворачиваем на другую сторону и подставляем значит к этой стороне но перевязываем вот эту косточку на другую сторону на другую кость то бишь левую так ну в принципе все манишка есть манишку нужно будет привязать тоже в тазу control p и пол сет так следом что у нас есть зубы есть челюсть есть мячи есть каска есть нам понадобится теперь вот этот плащ плащом будет чуть-чуть наверное alt p вытаскиваем кость чуть-чуть будет не знаю попроще потяжелее g подставляем на плащ значит косточку и вот тут как ее обыграть с g можно поставить по центру шеи и тут вот какая штукенция можно потом делать шептей вот эту часть чтобы гнулась да а заднюю часть можно делать делать вот таким образом значит е вытаскиваем кость g чтобы она именно входила в наш вот этот меш alt p clear parent и еще одну косточку значит е отсоединяем alt p clear parent так ну а здесь можно потом кстати в процессе добавить еще будет кости сейчас все это дело мы сначала привяжем так погнали сначала централку прогоним где центральную кость чтобы не сбиться да и просто ее поделим под дивизией сбоку можно выбрать на сколько костей но опять же если нужно чтобы плащ был более мягким можно подсоединять какие-то кости чтобы они были свободны это можно сделать в процессе будет так теперь раз они у нас выделены делаем shift d и подставляем вот сюда к этой косточке так и вот эту первую кость привязываем к кости которая будет держать просто вот это плечо alt и clear perl можно вот эту косточку даже побольше увести на плечо чтобы она именно плечо держала вот так повыше ну вот я думаю здесь будет уже нормально так эти косточки копируем в смысле выделяем через shift левая кнопка мыши shift d делаем дубликат делаем мира xglobal правой кнопкой мыши и отводим ее вот сюда на эту сторону так ну а здесь вот эту косточку shift d ну тоже можно отзеркалить мир xglobal с помощью move чтобы точно это дело одинаково было перевести и перевязать косточку control и и popset на нее вот на эту кость так с этим делом вроде закончили но центральную кость вот эту нужно привязать к грудной control p и popset вот грудная кость для чего чтобы она следовала за персонажем при анимации ну а теперь выбираем вот эти все косточки вот руку допустим ноги лишнего не забираем много их и нет делаем теперь shift d правая кнопка мыши мира xglobal и перетягиваем на нашего персонажа на другую сторону смотрим чтобы пальцы совпали нам падень вот пальцы попали как-то так-то ну в принципе все общие детали раскиданы теперь заходим в object mode единица на нам падень нужно выбрать все косточки сначала выбираем шмотки персонажа доспехи потом накладки потом значит выбираем вот этот нашу как плащ выбираем меч выбираем ножны выбираем материал смотрим чтобы нормально выбираем обувь персонажа так сказку можно привязать отдельно не суть вопроса так ну и погнали теперь выбираем кости делаем control p wait automatic выжить час если матюка не будет матюка раз матюка нужно искать причину это где-то сеткой что-то находим в edit mode находим mesh находим так это у нас by distance да так или что edgy mark sim это face давно я не делал не было такой проблемы так 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 mark shape mesh по-моему clear up да clear up так by от merge by distance попробуем другим сделать деталям тоже такую же штуку я просто не знаю какая выкоблучивается так mesh square by distance object mode выбираем плащ опять же edit mesh clear up merge by distance мы попробуем привязать давайте пока вот смотки вот эту штуку вот эту персонажа давайте тапки но это уже можно привязать потом делаем shift левая только мыши на косточке control p wait automatic выйдет все это привязалось значит возможно и они матюкались да теперь нужно сделать выбираем персонажа выбираем вот эту тряпку и control p wait automatic автоматик нормально привязал значит что-то или шмотка какая-то матюкалась что-то в этом духе так попробуем теперь привязать мячи control p wait automatic оп вот они вот кто у нас тут матюка это edit merge clean up my by distance болят вот так мы by day так а ну-ка control p control p wait automatic все это работает смотрим теперь на нашего значит копея убираем мусорь поправляем выбираем кость control p wait автом вот он этот вот этот гаденыш матюкается не суть вопроса смотрим какая у него сетка так сетка у него нормальная ну давайте сетку исправим именно модификатором вот этот модификатор удалим значит модификатор decimate вот его чуть-чуть подкорректируем apply и попробуем так попробуем выбрать сам значит этот подсумок заходим в post post мод выбираем косточку control p и нажмем бомб все так он не будет матюкат ну и сетка изменилась уже того косяка не должно быть так с этим делом вроде все нормально а ну-ка джи меч опа на а с мечом пошел косят ctrl z значит object мод отключим выберем медь и просто как я хотел привязать именно косточкам привязываем post мод ctrl p бомб вроде уже не растягивается так нормально теперь цепь цепь ну а теперь нам понадобится что привязать шлем это значит выбираем шлем выбираем косточку так вот эту штуку отключу уже осмот кости выбираем ctrl p бомб так с этим делом вроде разобрались а ну-ка проверяем все шлем двигается ctrl p все нормально теперь нам нужно привязать зубы мы выбираем челюсти называется название такие у зубов вытаскиваем их и значит что делаем перетаскиваем каждую челюсть на свое место так раз два чтобы все это попало на кости ну и опять же язык и вот на язык теперь будет очень большая кость это не есть good нужно выбрать косточку и зайти заходим в edit mode выбираем кость делаем ей S делаем EG ну и подгоняем ее под размер языка вот теперь будет нормально так косточку изменял значит нужно изменить привязку ctrl p wait automatic exit ну и теперь по тому же самому принципу значит выбираем зубы кость или shift левая кнопка мыши выходим в post mode выбираем косточку ctrl p возьмем бомб проверяем все челюсть работает не забываем возвращать ее назад ctrl z так теперь object mode то же самое делаем нижней челюсти ctrl p бомб все работает а бывает когда вы эту привязываете и верхняя двигается вот это не есть хорошо так теперь нам привязать нужно язык вот здесь связка когда близко две кости срабатывает связка буква z тогда не есть good так язык теперь вяжем тоже косточки полусмотр вот ctrl p бомб двигается выбирается и это и та ctrl p бомб так загоняем язык загоняем нашу челюсть назад в персонала устанавливаем как нам надо зубы у солдата должны быть грязные тем более жрать там было негде и редкие так кройка на нам паре то же самое делаем с этой челюстью раз вниз и вверх подгоняем тут чуть-чуть нужно посмотреть повыше пониже чуть-чуть поближе к губам ну и чуть-чуть пониже вроде по размеру нормально так ну а теперь нужно выбрать просто косточки зайти в постмод выбрать центральную плаща опа централка не привязана вот есть нехороший косяк заходим в edit нод и вяжем все вот эти косточки вот эти три косточки центральной control p и offset object нод можно в post мод строится на нам пади так можно их все перетянуть не проблема а главное чтобы потом не отпадали смотрим как они тут работают все плащ работает нам больших движений ему не надо создавать просто просто чтобы была движуха да control z control z единица нам падет и то же самое делаем значит с нашим подсумком для мяча и точно таким же образом загоняем назад мяч опа а мяч не привязался бывает такой косяк выбираем мяч выбираем значит косточку control p post mod control p бомб так это двигается смотрим теперь отдельно если выбрать кость зайти в post мод опять он тут все это дело нормально значит отключаем видимость костей и чтобы было удобнее значит подгонять наш нить чтобы он нигде не торчал вот как-то так смотрим со всех сторон ну вроде хорошо залез так ну это дело уже хорошо и значит теперь выбираем косточку шлема и шлем возвращаем персонажу можно сделать чтобы у него глаз не было видно тоже прикольно будет можно так чтобы наполовину брови не будет видно чисто сделать моргание можно шипки остальные части двигать чисто рот давайте посмотрим как это будет двигаться тройка на нам плодим делаем м закрывается у нас челюсть получился вот такой гражданин конечно забрав смотрелся более брутально здесь понизился полигонаж и вот многих деталей не видно ну такая вот ступенция так теперь тройка на нам паден выбираем центральную значит косточку вот этой тряпки и загоняем ее под наш костюм у нас все зашибись он укомплектован теперь нам что понадобится нам нужно настроить инверс кинематик выбираем вот эту косточку управляющую и плечевую ctrl shift сочетание клавиш инверс кинематик заходим в настройку кости и влияние ставим на две косточки то же самое делаем с этой стороны ctrl shift c инверс кинематик влияние на две кости так ноги та же самая песня управляшка на голеня ctrl shift c инверс кинематик на две кости так следом управляшка и то же самое так проверяем если сейчас выберем управляющую косточку попробуем жить вот в принципе вот вылазит но это значит нужно еще на эту тряпку добавить косточки или привязать косточки вместе вот это пояс привязался чтобы сделать значит к тряпке к этой тогда будет все работать и можно будет управлять ctrl z сейчас мы так наверное и сделаем так и надо привязать еще вот эти вот защитные щитки заходим выбираем щитки выбираем тело а так пардонте выбираем щитки выбираем кости ctrl 6 c c ctrl p wait empty grew следом выбираем только щитки заходим в настройки модификаторов находим модификатор data transfer выбираем пипетку нажимаем на тело ставим галочку vertex date и vertex group все это делаем apply выбираем кости заходим в off mode выбираем управляющую кость g все увидите привязана зашибись так ну теперь давайте решим вопрос все таки вот с этими с этой вот смоткой как это дело обыграть так если а я вообще привязывал ну да вроде бы привязывал да и вот неудобство видите перекрывается но это нужно будет настроить так теперь так ctrl z все нормально давайте попробуем перевязать тряпку это уже в обжиг мод перевязываем тряпку выбираем кости и делаем так ctrl p вы автоматик выйдет вот в чем заключается минус когда не цельный персонаж запустим это был бы цельный уже вот эти вот не нужны были кости дополнительные а раз они были не нужны ну просто движение у них таких не получилось бы сделать при анимации как будто они там мотыляются что-то там с ними происходит отдельно ветер их там терзучит вот все там нет вот это не есть good и получается ctrl let ctrl z d стройка на нам парень давайте попробуем обыграть эту штуку значит мы ее вытаскиваем так сначала давайте мы повяжем точно так же ctrl p with mc group и выбираем ее выбираем дата трансфер выбираем на персонажа возможно сейчас появится у нас столкновение с одеждой и делаем apply заходим выбираем косточки заходим post mode управляющая косточка так post mode что-то не сработало g все вы видите теперь все работает но теперь нужно вот это все делаем регулировать вот эти косточки поднимать чтобы как-то все это дело обыграть возможно даже придется не знаю вот это уже не получится вот это вот часть возможно придется чуть-чуть повыше поднять доспех но хотя он на своем месте не знаю как это а тут же еще кость а ну-ка давайте попробуем так r r r r допустим раз он идет и здесь вот эта вот лямба вот так будет выглядеть но вот все равно задирается ну возможно второй лямка он той как один тянет а вот она к этой ноге тянет это при анимации будет видно вот единство что пропало вот это теперь косточка и будет проблематично вот это все дело не так и проблематично в принципе ничего так будет нормально можно его в булку ввести больше костей добавить эластичности добавить ну а эту штуку вот эта толстоломка идет просто возможно настроить веса это будет уже видно потом ctrl z ctrl в принципе все выглядит нормально меч будет доставаться плащ будет значит у нас извиваться допустим если мы выберем кости плаща посмотрим и получается вот эти косточки которые у нас отвязаны почему они отвязаны чтобы можно вот именно было сделать вот такую вот штукенцию вытянуть и да вот вот теперь мы можем вот таким образом слыхать ее там двигать но привязана она к самому персонажу так теперь тут тоже вот эту косточку выбираем так это а нету выбрал сейчас надо настроить эти настройки костей вот поправили так теперь первым делом давайте чтобы меньше костей было исправим косточки так вот эти косточки заменим ну на какие-нибудь сферы так н панель аддон бон видит выбираем сферы применяем крит размер чуть-чуть побольше но так будет нормально ох йо перебор к enter это он у меня подтупляет вроде не такой большой вес у персонажа костей может много о запоздание о пойдет назначаем теперь в группах выбираем группу и выберем цвет ну пусть будет ну желтый будет видно наверное на красном вот это будет управляшки можно сделать одни синие одни желтые ну чтобы знать левая правая сторона но они не пересекутся потому что они не отвязаны так теперь в нампаде выбираем значит кости управляшки это будет у нас кубы крит здесь уже нужно их уменьшать и кому как удобно чтобы больше они были меньше я хочу чтоб я их при анимации именно видел так ну не так сильно конечно потому что если пальцами регулировать то это будет проблемно вот так будет нормально и делаем им еще одну группу это будет уже группа красная потому что красная лучше видно именно при анимации так ну и вот эти две косточки это тоже будет скрит кубы все это будет тоже красная так следом а я же еще колени не настроил и одну косточку не продублировал на колено косяк ничего сейчас тогда позвонок заменим ну принцип будет вам уже понятен я потом могу это все дело потихоньку не спеша переделать так шею тоже и голову тоже и Сережа тоже так это будет у нас уже цирклы крит здесь их уже нужно чуть побольше так можно вот так видеть он сам большой тоже управляшки будут красные или можно плюс дефолт добавить ну пусть будет синий допустим так вот видно их виднее просто красный цвет сзади чтобы не сочетался сильно так здесь можно добавить ну тоже цилиндр на кепку можно даже чтобы вот так круглый был только чуть чуть его уменьшить и назначить тоже пусть будет синий так тут еще можно их двигать я уже показывал сейчас покажу на каком нибудь так ключицы ключицы нам так а вот эти косточки управляшки которые не будут двигаться лучше скрывать какими нибудь не знаю там мелкими деталями допустим финджер назначим на финджер назначим группу фиолетовую ну опять же чтобы их можно потом было найти чтобы узнали где она что она на что отвечает так так вот эти кости это тоже они вроде бы не участвуют в работе плаща поэтому их можно тоже на финджере переделать чуть-чуть можно сделать их побольше так все вот они торчат это значит вы уже будете ориентироваться что это косточки плаща лучше их ставить одинаковыми цветами чтобы вы узнали что желтый цвет допустим это плащ допустим синие это управляющие кости позвонка но к примеру красные это управляющие именно руками ногами ведущие кости так теперь вот эти кости можно тоже скрыть на финжеры но эти финжеры должны быть поменьше тоже пусть будет таким цветом ну а по ногам по ногам если вам в принципе вот эти вот части не мешают но лучше оставлять наверное потому что вдруг где-то кость подкрутить надо стопы там еще что-то можно заменить их на какие-нибудь конечно тоже кости так а вот по мячу и вот по этим ножнам или финжер или какие-нибудь кубы допустим вот так это пусть будет кубы тогда так вот это раз два так что тут капризничает что-то он у меня подтупляет где-то вроде небольшой полигонаж а он он ведет себя чуть-чуть нажал он уже 16 мальчик мальчик так 030 0 1 enter 010 ну так наверно пусть будет вот такой принцип именно настройки костей ну а анимацию уже протестим в следующем ролике и модель вот эта готовая с ригом будет уже значит в группе ВК ссылка будет в описании вы можете взять и сами попробовать что-то этакое сделать на этом пока всем пока до свидания